Смотрите сегодня в программе Age of Empires 3 Отменная анимация юнитов, потрясающие воображения спецэффекты и какая-то неправдоподобно точная детализация каждого здания или солдата Fallen Lords Condemnation Начав игру незначительной пешкой, ваш герой подскачет по местной карьерной лестнице с чудовищной скоростью и уже во второй-третьей миссии станет командиром собственного отряда Tom Clancy's Rainbow Six Lockdown Активные боевые действия до боли напоминают SWAT 4 В вашем подчинении три бойца, управлять которыми чертовски просто Sin Episodes Emergence Игра не зря носит свое грешное имя Вместо привычно нудного обучающего режима в самом начале игры мы неожиданно обнаруживаем перед собой необъятных размеров женскую грудь в обтягивающем одеянии Привет! С вами снова Борик Ротер Скажите, насколько часто вы играете в игры? Надеюсь, что постоянно А как часто у вас возникают вопросы? По всем играм? Тогда факт программа для вас Я отвечаю на все часто задаваемые вопросы Первая игра, о которой я расскажу, поступила в продажу еще год назад А интерес к ней не утихает до сих пор Обзаведясь новой цифрой после названия Серия Age of Empires, как и полагается, совершила очередной шажок вперед На этот раз в основу игры положена эпоха колониальных войн и великих географических открытий Age of Empires 3 Первый сюрприз ждет вас уже в самом начале игры Пара весьма неплохих роликов на движке из которой становится понятно, что в новой эпохе империи вам не придется управлять безымянной армией каких-нибудь там папуасов Придется осилить тернистый путь нескольких поколений Black играя поочередно за всех ее именитых родственников чуть ли не до девятого колена Компания разделена на три сюжетные главы Действия каждой происходят в конкретный исторический период Если, например, в первой части вы играете за свирепого мужика по имени Морган Блэк громите турок и открываете неизвестную таинственную Америку то уже во второй главе вам придется влезть в шкуру внука Моргана Джона который бегает с винтовкой наперевес под джунглем вводит дружбу с индейцами, воюет исключительно с англичанами и представьте себе с русскими и как бы между делом принимает деятельное участие в постройке никому пока неведомых Соединенных Штатов Америки Игра поступила в продажу 18 октября 2005 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц 1 ГБ оперативной памяти 256 МБ видео и 2 ГБ на жестком диске Как ни прискорбно, но в новой эпохе Империи мы получили геймплей столь густо пересыпанный нафталином что аж обидно В каждой миссии единственное, что от вас требуется это быстренько нашлепать все доступные постройки изучить все возможные апгрейды а затем тупо клепать солдат и регулярно отправлять их на штурм вражеских позиций Учитывая, что задания разнообразием не страдают уже к середине второй главы становится как-то скучно За геймплей больше 4 баллов поставить не получается Главная прелесть Age of Empires 3 конечно же не морально устаревший геймплей а графика, которая дива как хороша Тут вам и отменная анимация юнитов и потрясающие воображения спецэффекты и какая-то неправдоподобно точная детализация каждого здания или солдата можно бесконечно посылать войска в атаку только чтобы полюбоваться на то, как тряпичные модели солдат весело разлетаются словив крепкий пушечный заряд за графику ставим 5 баллов а звучка тоже не отстает вся эта красотища великолепно оформлена звуковым сопровождением звук также оцениваем на 5 баллов смело можно утверждать, что в Age of Empires 3 впечатляет все в общем, эту игру можно оценить на твердые 5 баллов очень сложно сказать что-то новое об игре, о которой уже известно все и также невероятно трудно сделать однозначный вывод о том, что же такое Age of Empires 3 разработчикам понадобилось 5 лет на то, чтобы создать самую красивую РТС последнего времени однозначно, третья часть Age of Empires стоит потраченных на нее денег и, конечно же, подарит вам как минимум несколько приятных вечеров а чтобы сделать их еще более приятными, посмотрим несколько советов по игре боеспособная армия должна состоять из стрелков с большим радиусом поражения пехоты, принимающие на себя удар кавалерии и пехоты врага нескольких мортир, кулеврин и противопехотной артиллерии для бойцов, находящихся на первой линии, важный критерий — живучесть в зависимости от ситуации, это будут мушкетеры или алибардщики основное повреждение врагам будет наносить артиллерия отдельный отряд кавалерии ближнего боя не помешает для уничтожения особо стойких врагов обязательно наличие нескольких врачевателей, выделенных в отдельную группу не стоит создавать отряды из большого числа разных типов солдат возникнут проблемы с управлением таким соединением на море все немного иначе фрегатов может быть всего три, мониторов два и строить гелионы с каравеллами становится необходимостью в больших потасовках нужно делать ставку на способности кораблей огонь бортом в нужный момент может лишить врага фрегата лучше всего воевать возле своего берега под прикрытием мортир Вопрос о жизни после смерти достаточно сложный что там будет никто не знает но разработчики из испанской компании Нова Рама считают что жизнь после смерти — это война вечная, жестокая, не прекращающаяся ни на минуту я говорю об игре Fallen Lords Condemnation Итак, по сюжету игры вы попадаете в самый что ни на есть Afterworld жизнь после смерти — мир мертвых, в котором можно запросто умереть еще раз кстати, интересно, куда же денутся наши бренные души в результате подобной смерти после смерти? вопрос, понятное дело, риторический теперь напрягите память и вспомните, как вы себя вели при жизни поскольку выбор того, кем стать в загробном мире зависит не только от Архангела скрупулезно пересчитывающего ваши грехи и благодеяния, а только от вас для каждой из трех сторон разработчики заботливо приготовили десяток компаний по несколько миссий каждая целиком же разобраться в хитросплетениях этой войны получится только у того, кто не поленится зайти и справа, и слева, и сзади то есть за все три стороны некоторые миссии пересекаются друг с другом например, в компании за демонов вы громите мирную деревеньку, а за ангелов ее же защищаете игра поступила в продажу в июле 2006 года рекомендуемые системные требования процессор 2,5 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 128 МБ видео начав игру незначительной пешкой, ваш герой подскачет по местной карьерной лестнице с чудовищной скоростью и уже во второй-третьей миссии станет командиром собственного отряда попав в массовую свалку, начинаешь уважать местный искусственный интеллект который ведет себя на удивление корректно возиться с подчиненными почти не надо парни все делают сами самые интересные моменты это массовые побоище куча на кучу с привлечением артиллерии и лучников управление в игре устроено на удивление просто W, ASD, мышь и несколько функциональных клавиш принцип минимализма во всем пришелся здесь весьма кстати сохраниться можно в любом месте Fallen Lords не ограничивается одной лишь одиночной компанией есть еще несколько стандартных многопользовательских режимов на 16 человек максимум геймплей оцениваем на твердую четверку графический движок выдает неплохую картинку отличаясь при этом умеренными аппетитами в плане системных требований часть пейзажей разработчики скопировали с национальных парков в Новой Зеландии причем скопировали вживую специально съездив ради этого в продолжительную и плодотворную командировку конечно до красот Элдар Скроллс 4 Обливион графика сильно не дотягивает но в целом симпатично 4 балла озвучка тоже ничего музыка подобрана в тему существа озвучены хорошо на 5 баллов не тянет, но четверку поставить можно самая интересная фишка игры станет возможность использования ездовых животных их несколько видов у каждой фракции свои зверюшки на некоторых можно просто ездить залихватывая ухо и затаптывая врагов на смерть другие представляют собой что-то типа африканского боевого слона на его спине помимо вас сидит лучник, расстреливающий все что движется на боку у этого слона закреплена самая настоящая пусковая установка которая даст прикурить всем враженным в весьма немалом радиусе в общем эту игру можно оценить на 4 балла с маленькими недочетами игра обладает очень большими по размеру картами ориентироваться приходится только при помощи компаса вы можете ходить куда захотите и делать что душа пожелает правда иногда придется напрягать мозги и могут возникнуть проблемы решения которых я вам сейчас подскажу Fallen Lords предлагает нам весьма популярный в последнее время режим автоматического роста персонажа то есть здесь не придется заморачиваться вопросами, куда вложить очередной пункт опыта с только что полученного уровня экрана характеристик героя нет, инвентарь тоже отсутствует в самом то деле мы тут на войне или мародерством занимаемся найдя на поле боя очередную железку вы сможете поднять ее только после того, как выбросите свою догадаться какая из них лучше можно только эмпирическим путем, поскольку характеристики оружия вам не покажут впрочем, если вас это утешит, можете иметь в виду, что на низких уровнях вы не сможете поднять некоторое оружие таким образом, обнаружив где-то в дальнем углу необозримой картой воткнутый болотную кочку меч и потратив полчаса на бесплодные попытки прибрать его к рукам, знайте сюда стоит вернуться чуть позже, когда ваши руки будут достойны всего местного эскалибру сама по себе игра достаточно сложная для некоторых геймеров даже пять врагов нереально одолеть боевая система использует комбо-удары с нажатой кнопкой мыши нажимаете последовательно клавиши WASD один из самых сложных моментов тот, где надо пробежать мимо гранометов играя в компанию за потерянных душ ничего конкретно посоветовать не могу здесь нужно надеяться только на удачу раза с 15-го пройдете смотрите во второй части программы Tom Clancy's Rainbow Six Lockdown активные боевые действия до боли напоминают SWAT 4 в вашем подчинении три бойца, управлять которыми чертовски просто Sin Episodes Emergence игра не зря носит свое грешное имя вместо привычно нудного обучающего режима в самом начале игры мы неожиданно обнаруживаем перед собой необъятных размеров женскую грудь в обтягивающем одеянии Смотрите во второй части программы Tom Clancy's Rainbow Six Lockdown Активные боевые действия до боли напоминают SWAT 4 в вашем подчинении три бойца, управлять которыми чертовски просто Sin Episodes Emergence игра не зря носит свое грешное имя вместо привычно нудного обучающего режима в самом начале игры мы неожиданно обнаруживаем перед собой необъятных размеров женскую грудь в обтягивающем одеянии В самым страшном сне, друзья, мы не могли представить себе что самый знаменитый суровый тактический симулятор Rainbow Six на очередном витке потеряет свою пресловутую серьезность и превратится в очень странную кальку Delta Force Black Hawk Down а вся эта неопределенность будет носить имя Rainbow Six Lockdown Кто писал сюжет до конца непонятно но если это был лично Том Клэнси то можно констатировать что самый известный американский полковник окончательно слетел с катушек и бродить такую банальную и просто скучную историю ох как непросто Релиз игры состоялся 16 февраля 2006 года издательством занялась компания Ubisoft Entertainment в России локализованная версия Rainbow Six Lockdown а Трусабит М вышла только два месяца спустя Жанр игры можно определить как трехмерный тактический экшен от первого лица мультиплеер рассчитан на игру как через интернет так и по локальной сети максимальное число участников может достигать 16 человек для успешного запуска игры вам потребуется следующая конфигурация процессор с частотой 2 и 4 гигагерца гигабайт оперативный и 128 мегабайт видеопамяти на жестком диске игра займет 6 гигабайт первый приступ шока наступает когда понимаешь в Rainbow Six Lockdown вообще нет никакого планирования перед началом каждого задания мы слушаем невнятный брифинг начальство вводит нас в курс дела и в приказном порядке выделяет для операции трех бойцов прежде чем отправиться громить врагов демократии и спасать мир от террористов можно снарядить подопечных оружием и выписать им со склада всяческие спецсредства увы, но выбор оружия в игре носит чисто декоративный характер ибо никакой разницы между пушками замечено не было а с пистолетами вообще получилась комедия объем магазина любого из них 18 и более патронов даже для классический восьмизарядного магнума активные боевые действия до боли напоминают тот же SWAT-4 в вашем подчинении три бойца управлять которыми чертовски просто навели прицел на желаемое место нажали пробел и товарищи побегут исполнять приказ по пути уничтожая встречных врагов меню контекстных приказов вообще работает на пять укажите на дверь и вам тут же вываливается список с вариантами проникновения в помещение одним словом играть просто и оттого безумно скучно три звезды за геймплей графика в Rainbow Six Lockdown получилась на удивление не стыдная особенно удались модели спецназовцев на них не пожалели ни деталей, ни полигонов, ни анимации спецэффекты также оставляют только положительные впечатления яркие вспышки во время выстрелов, стильный шлейф от летящих ракет и красивые взрывы гранат вполне передают атмосферу боя но вот все прочие участники действия вылеплены явно спустя рукава анимации негодяев топорные а их фигуры режут глаз торчащими во все стороны углами кроме того разрушать в Rainbow Six Lockdown ничего не позволяется здешняя интерактивность ограничивается разбитыми стеклами досорванными с петель дверьми 4 звезды за графику музыка привлекает внимание еще начиная с главного меню своей динамичностью под стать аналогичным играм при переходе в подменю она меняется создавая еще более загадочные впечатления вообще игра заслуживает высокой оценки в плане проработки шумов начиная от голосов по радио и заканчивая звуками включения вспомогательных приборов 5 звезд за звук стараниями граждан из Ubisoft явно желавших сделать Rainbow Six Lockdown игрой максимально дружелюбной для детей дошкольного возраста мы получили весьма банальную стрелялку которая отличается очень простым геймплеем и представляет собой не смешную пародию на уже не раз упомянутую Delta Force но как ни странно вопросы по игре все таки приходят и отвечать на них надо этим то я сейчас и займусь вопрос расскажите подробнее об оружии специального назначения в каких ситуациях лучше всего его применять ответ из вспомогательного оборудования у вас имеется прибор ночного видения и детектор движения который работает от батареи и в отличие от ночника имеет ограниченное время непрерывной работы прибор ночного видения в темных углах просто незаменим а вот детектор движения может помочь лишь в ситуациях когда например враг находится за ближайшим углом или за стеной то есть недалеко вопрос как метать гранаты с двух рук ответ нажмите и удерживайте клавишу control появится изображение траектории полета которое меняется в зависимости от времени удержания благодаря этому можно представить себе путь гранаты в воздухе и место падения что позволяет без труда и с ювелирной точностью забросить ее на высоту не опасаясь возвращения гранаты обратно левый контрол служит для метания с левой руки а правый соответственно с правой син эпизодс эмёрдженси полностью соответствует первому слову в своем названии в переводе с языка шекспира син значит ничто иное как грех компания райтвелл интертеймент согрешила как минимум два раза первый когда заставила нас ждать продолжение син экшена который на равных тягался с великим quake 2 аж целых восемь лет а второй раз когда завела дружбу с чисто телевизионными способами подачи материала отметим сразу у син и син эпизодс эмёрдженс очень мало общего параллели конечно же присутствует но восемь лет слишком долгий срок по прошествии которого уже почти не воспринимаешь эти две игры как единое целое эмёрдженс появилась на свет 10 мая 2006 года в россии ее локализацией и распространением спустя пару месяцев 13 июля занялась компания book entertainment жанр игры можно определить как 3d шутер от первого лица мультиплеера в син эпизодс нет рекомендованная конфигурация для запуска игры процессор с частотой 2.5 гигагерца 512 мегабайт оперативный и 128 мегабайт видеопамяти на жестком диске син эпизодс займет 2 гигабайта и в самом деле син эпизодс не зря носит свое грешное имя вместо привычно нудного обучающего режима в самом начале игры мы неожиданно обнаруживаем перед собой необъятных размеров женскую грудь в обтягивающем одеянии но стоп 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 положение у нас не такое уж и замечательное каким оно выглядит на первый взгляд главный герой привязан к столу а над ним тем временем ведут светскую беседу элексис скинклер талантливая ученая и ее верный приспешник виктор райдок оба они главные злодеи син эпизодс злодейской идиллии однако очень быстро рушится и перед нами предстает ржеволосая джессика канон боец элитного спецподразделения хардкорпс она явилась сюда за своим командиром джоном блэйдом то есть за нами замена надо сказать совсем неплохая джессика пусть и не так объемна в некоторых местах как и элексис но тоже очень и очень привлекательна сюжет тем временем начинает свое движение по накатанным рельсам если среди вас есть те кто застал самый первый син то они наверняка помнят что там джон блэйд сорвал элексис все ее злодейские планы злодейка однако не отчаялась и зашла с другой стороны с биологической в созданном ею мире найдется место мутантам генетически модифицированным людям и представителям прочих меньшинств так что пора принимать контрмеры в эмердженс мы как и полагается охотимся не столько за самой элексис сколько за райдеком рыбешкой помельче в целом игра представляет собой классический шутер бегаем по разнообразным уровням пачками истребляем врагов деремся с боссами и знакомимся с сюжетом любой симпатичными скриптовыми вставками одним словом все в рамках выбранного жанра твердая четверка за геймплей выглядит син эпизодс по сегодняшним меркам вполне себе стандартно мы помним как уже восхищались красотами движка half-life 2 но было это уже полтора года назад да и сами разработчики явно не старались затмить конкурентов обычные текстуры обычные спецэффекты обычные персонажи которые к тому же не стесняясь щеголяют торчащими полигонами прелесть син эпизодс однако в другом в удивительной проработке все тех же самых персонажей их здесь совсем немного но сколько в них жизни понаблюдайте за джессикой в начале игры не удивительно что к середине действа с нетерпением начинает ждать встречи со своей напарницей за графику син эпизодс получает 4 балла не отстает и звучание умело написанные реплики здесь зачитывают не менее умело подобранные актеры и не так важно что характеры персонажей их внешность и сюжет в котором они принимают участие перенасыщены всевозможными клише син эпизодс это как раз тот случай когда заимпсование только идет на пользу звук также получает твердую четверку и все таки в конце стоит сбавить темп и облить наше восхищенное повествование огромной такой бочкой дегтя если охарактеризовать син эпизодс одной фразой то это огрызок ммм отличного экшена на установленном по умолчанию уровне сложностей человек не считающий себя профессиональным геймером проходит emergency всего за каких то 4-5 часов повидав за это время 3 банальных пушки пару боссов и горстку симпатичных скриптовых сценок хотя некоторые места все же вызывают затруднения о них то я сейчас и расскажу для начала расскажу о том как лечиться поскольку тут все довольно необычно поправить здоровье можно собирая аптечки выпадающие из противников можно еще вытряхнуть их из торговых автоматов подходите нажимайте на кнопку пока не вывалится также есть стационарные автоматы чтобы их использовать нужно вставить баллон с лечебным веществом кстати этим же самым газом можно заморить мутантов зато если прострелить бочонки с мутагеном и нанюкайте зеленого газа то время замедлится а теперь вопрос на уровне токи после склада есть дверь закрытая на замок как ее открыть ответ не спускаясь вниз стрельните по стоящей неподалеку бочки та взорвется в результате обрушатся строительные леса и огромная железная балка выбьет заветную дверь к сожалению на сегодня это все игры о которых я хотел рассказать пишите мне чаще faq собакамуздефиств.ру и заходите на наш форум раздел faq как всегда с вами был Борик увидимся ровно через неделю пока и заходите на наш форум еще раз все и заходите на наш форум